Бюджетный и яркий цвет от Aputure Всем привет, это мой первый обзор на источник света, поэтому если вам будет интересно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне нужен ваш фидбэк. Скоро будет еще много новых видео. Aputure Amaran 100X это бюджетный источник постоянного LED освещения с настраиваемой цветовой температурой от 2700 до 6500 кельвинов. От желтого теплого вольфрамового спектра до ярко-холодного дневного. В этой линейке недорогого света вышло всего 4 таких модели 100X, 100D, 200X и 200D. X значит бикалорный, а D значит daylight, только дневной свет 5600 кельвинов. А цифры 100 и 200 это количество ватт. Понятное дело, что в 200-ке будут поярче, но и этому малышу есть что показать. Этот цвет легко подойдет как для фотографов, чтобы поснимать в студии портреты по пояс точно, да и в принципе в полный рост. Для YouTube влогов, предметной съемки или небольшого продакшена как основной источник света. Сейчас я вам расскажу и покажу, почему именно Amaran 100X. Вот что идет в комплекте. Белая картонная коробка с ручкой, внутри которой ложемент, наклейки, инструкция, LED прожектор Aputure Amaran 100X, рефлектор, с его помощью свет дает более яркий направленный пучок, адаптер переменного тока, на нем закреплен тросик металлический, за него можно подвесить блок на стойку. Кабель питания, я бы сказал непростой, замотан липучкой и еще здесь есть крепеж к блоку питания. Просто так его не выдернуть. А общая длина этого кабеля получается аж целых 3 метра. Внешний вид Amaran 100X напоминает предыдущие модели Aputure Lightstorm LS300 и LS600. Такой же моноблок, с ручкой для переноски и органами управления. Я бы не сказал, что он большой. Размер его 207 мм на 115, а вес всего 1,4 кг. Корпус выполнен из пластика, но на ощупь он не такой уж и дешевый. Сверху и снизу перфорация в виде сот для лучшего охлаждения. На нижней части крепление для стойки или систенда. Снаружи оно пластиковое, а внутри металлическое. Устанавливается просто на стойку и фиксируется. А с помощью длинной рукоятки регулируется угол наклона света. Еще приятный бонус это крепление для зонта. С коробки световой элемент скрыт под защитной крышкой. Чтобы ее снять, нужно нажать на рычажок в верхней части корпуса и немного повернуть. А под самой крышкой находится универсальное крепление Bones для монтажа аксессуаров. Этих аксессуаров огромное количество как от самой Aputure, так и от сторонних производителей. Это и софты, и шторки, и рефлекторы, и многое другое. Контроль осуществляется через приложение или органы управления на самом приборе сзади. Здесь у нас разъем подключения питания XLR с фиксатором, LED дисплей, кнопка включения и выключения, кнопка перезагрузки Bluetooth, если вдруг телефон не находит свет. Два колеса, одно из которых отвечает за температуру, второе за яркость. Крутить можно хоть по 1%. А если нажимать, тогда температура и яркость будут переключаться на фиксированные значения. Индекс цветопередачи CRI 95+, TLCI 95+. Цифры взяты не из воздуха, а указаны на сайте производителя. На ютубе есть уже много обзоров с тестами, поэтому кому интересно, можете поискать. Выходная мощность 100 Вт, опотребляемая 130 Вт. Питание. Стационарно от сети через адаптер переменного тока, рассчитанное на напряжение 100 или 240 В. И автономно от аккумуляторных батарей все через тот же вход DC 48 В. По приложению нужно делать отдельный обзор. Называется оно SIDES LINK и здесь много всего. Самое простое, что можно сделать, это настроить яркость и температуру. А дальше идет подключение нескольких источников света и управление каждым по отдельности или всеми сразу. Лайтметр. Калькулятор оптики. Можно собрать световую диаграмму проекта. Если у вас RGB свету Тепетчер, то настроить цвет вручную или снять камерой понравившееся вам, скажем, свечение костра. А ваш источник света это воспроизведет. Все. Цвет, интенсивность, скорость мерцания, яркость. Это можно сохранить и использовать на будущих съемках. По умолчанию есть 9 встроенных эффектов. Папарацци, фейерверк, молния, неисправная лампа, телевизор, пульсирующий, стробоскоп, взрыв и огонь. Их можно настраивать как угодно. Яркость, интенсивность, цвет и так далее. Пока не приехал в софтбокс, приходится экспериментировать. Отражаю свет от разных поверхностей. От потолка, стен, от отражателей. Для более жесткого света использую рефлектор. А чтобы его как-то смягчить, ставлю перед ним рассеиватель. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Минусы. Пластиковый корпус. Пока неизвестно, как он себе покажется временем в плане износа. Надеюсь, все будет ок. Вопрос по транспортировке. Но я думаю, с сумкой цена его совсем другая была бы. За 249 долларов мы получаем яркий свет от Epochur, понятное удобное управление и приложение, а также тихое активное охлаждение. Приезжая с подобным светом на съемку, ты уже не так сильно беспокоишься об освещении на локации. Сейчас это мой основной источник, будь то предметная съемка, интервью или рекламный ролик. Я более чем доволен этим светом. А если вам нужен какой-то более мощный источник, то есть смысл рассмотреть 200 серию. На днях заказываю софтбокс, как только он приезжает, делаю новое видео об освещении, так как это одна из самых важных тем вообще на любых съемках. Надеюсь это видео вам было полезным, а если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, пишите мне их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всем спасибо, пока. Фу, ты не спала. Где деньги, Лебовский? Как в этом, в Терминаторе 2, помнишь? Мне эта рука помогала от слова находить, не контролируешь, что я говорю. Его размер всего 200, для которого есть огромное количество. Это всевозможные рефлекторы, клетки. Какие клетки? Какие клетки? Софты, линзы, шторки. А если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, пишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok